Вы говорили о новости интерпретаций Маркса, о том, что существует новость марксизма. У них сегодня очень разных, в зависимости от той почвы, на которой что-то или иной марксизм оказался. И поэтому я своим студентам всегда говорю, что если вы встретите какого-нибудь англичанина, и он вам скажет, что он марксист, то, пожалуйста, понимайте, в каком смысле он марксист. Он совершенно, естественно, никакой не экстремист. Он противник большевизма, в первую очередь, конечно. Их самые яркие противники большевизма чаще всего были как раз марксисты. Ну и так далее. Поэтому здесь всегда требуется уточнение. Это обычно академический такой человек, которому импонируют некоторые идеи Маркса. Да и в самой России было несколько марксизмов, как вы, конечно, знаете. И наряду с большевистской интерпретацией марксизма был и легальный марксизм, и академический марксизм, с которого, собственно, и начался марксизм в России. И марксизм Зигара, Эльсона и некоторых других первых пропагандистов, профессоров марксизма в России. Затем был и марксизм Плеханова, и марксизм меньшевиков, и так далее. Поэтому это явление очень многообразное. Соответственно, опять-таки, я это все подчеркнул для того, чтобы сказать, что это усложняет понимание маркса как социолога. Само это разнообразие интерпретации, разнообразие марксизмов. Теперь я остановлюсь на идейно-теоретических истоках марксизма в целом и социологии маркса в частности. Со времен Энгельса известно, что принято считать, что марксизм имеет три основных источника. Это, прежде всего, немецкая классическая философия, идеалистическая и дополненная также материализмом Фейербаха. Речь идет о Гегеле, Канте, Фихте, Шеллинге и других. Затем это политическая экономия, преимущественно английская. Речь идет о некоторых знаменитых экономистах, в том числе Адам Месмити, Давиде и Рикардо и, впрочем, французе, Жан-Батисте и так далее. Ну и преимущественно французском, но, опять-таки, только преимущественно так называемом утопическом социализме. Хотя этот социализм был гораздо менее утопическим, чем сам марксизм, на мой взгляд. Но это отдельный разговор. Речь идет о Сен-Симоне и Сен-Симонистах, Фурье и так далее. Это можно найти у Энгельса, эти идеи. Плюс он сюда добавлял и влияние французских и английских материалистов 17-18 века. Это нашло выражение в известной статье Ленина «Три источника и три составные части марксизма», где Ленин воспроизводит эти идеи Энгельса в более такой лапидарной форме. Это все верно и эта генеалогия, так сказать, или родословная марксизма верная, но она требует уточнений и некоторых корректировок, на мой взгляд. Если говорить о более древних, так сказать, влияниях, то есть о французских и английских мыслителях и вообще об идеях мыслителей 17-18 веков, то здесь нужно подчеркнуть, прежде всего, идеи просветителей и, в частности, Гоббса, Монтеске и Руссо. И я еще упомяну о влиянии Руссо на Маркса чрезвычайно важным и, может быть, не до конца оцененным, потому что Маркс был в значительной мере руссоистом и в своем взгляде на природу человека и в понимании роли частной собственности и так далее. Ну вот теперь относительно немецкой классической философии здесь требуется уточнение. Уточнение вот какого рода. Сказать, что Марс был целиком последователем немецкого идеализма вообще можно только с оговорками. И, с одной стороны, здесь можно с этим согласиться лишь частично, но и частично лишь можно согласиться с тезисом Сергея Николаевича Булгакова в уже упоминавшейся мной статье «Карл Маркс как религиозный тип», где Булгаков вообще отрицает, что Маркс был последователем немецкого идеализма, в том числе и то, что он был последователем Гегеля. Я думаю, что он здесь опять-таки прав лишь частично. Марс, безусловно, был, на мой взгляд, сторонником, продолжателем, извините, идей Гегеля. И это влияние Гегелевское чувствуется в очень разных аспектах. И в его понимании диалектического характера развития, и диалектического характера познания, и в его представлении об исторической необходимости, и в его своего рода панлогизме, который он тоже унаследовал от Гегеля. И еще можно много других находить элементов гегелевского наследия в его творчестве. Но, что касается Канта, вот здесь, конечно, Булгаков совершенно прав. И вся та громадная, теоретико-познавательная, гносиологическая проблематика, которую поставил и пытался решить Кант, она как будто прошла просто мимо Маркса. И такое ощущение, что Кант как-то остался вне поля его зрения. И здесь Маркс не столько... Вот всю эту проблематику не столько решил, сколько обошел путем довольно наивного и даже смешного тезиса о том, что идеально это есть просто материальное, пересаженное в человеческую голову. Хотя это тут же вызывает вопрос, а кто занимался, собственно, этой пересадкой. И тогда вся проблематика тут же оказывается вновь вся открытая. И в это тогда вся проблема упирается, собственно говоря. Кто же вот этот субъект самой этой пересадки в человеческую голову. Фейербах, конечно, тоже повлиял на Маркса очень сильно. Но здесь, прежде всего, нужно отметить и специфическое понимание отчуждения Фейербахом, которое Маркс вначале опять же продолжил этот подход к этой проблеме у Гегелевски, но затем специфическим образом трансформировал его под влиянием Фейербаха и понимание религии и многих других вещей. Если говорить о других аспектах, то нужно отметить, что кое-какие источники нужно добавить из тех, что Маркс и не признавал. Например, здесь нужно назвать... Ну, я не говорю об Энгельсе. Кстати, я в тот раз, не помню, говорил или нет, что Энгельса можно считать савтором марксовой доктрины. Но, безусловно, он скорее был его... Именно савтором. И его нельзя... И сам Энгельс признавал, что все идеи так называемого марксизма, собственно, они с Марксом разработаны, а Энгельса был скорее савтором и пропагандистом этой доктрины. Но вот из современных Марксом мыслителей нужно назвать Прудона, Бакунина, Фердинанда Лассаля. Хотя, опять-таки, эти мыслители довольно скоро стали идейными противниками Маркса, хотя вначале были его соратниками. И хотя они сами испытали значительное влияние идей Маркса, но и Маркс, в свою очередь, безусловно, был объектом этого влияния. И здесь, в связи с этим, я хочу отметить вот какой момент. Что вообще в истории социологии есть два рода влияния. Одни влияния позитивные, другие негативные. Позитивные влияния, собственно, они достаточно очевидны. Это ситуация, когда один мыслитель продолжает, развивает, воспроизводит идеи другого. Но есть и другой тип влияния. А именно, когда один мыслитель систематически противопоставляет свои идеи идеям другого мыслителя. И вот этот тип негативных влияний может быть не менее сильным. Такого рода влияния могут быть не менее сильными. И тогда идеи одного служат своего рода зеркальным отражением. Выступает как зеркальное отражение идеи другого. И по позиции, так сказать, осуществляется это влияние. И они оказываются... Само то, что объектом критики, часто довольно ожесточенной, выбирается тот, а не иной мыслитель, уже само по себе важно и уже важно для понимания того, насколько влияние велико было. С другой стороны, оба они оказываются втянутыми в обсуждение одних и тех же проблем. И в конце концов, по прошествии лет многих уже так... Апостериори, так сказать, уже видно, что часто они были гораздо ближе друг к другу, чем им самим это казалось. Несмотря на довольно ожесточенную полемику. Но учитывая, что для Маркса полемика была не просто одним из жанров наряду с другими, а методом работы, то для него, конечно, такого рода влияния были особенно важны и значимы. И даже идеи мыслителей, которые были ему симпатичны и которых он рассматривал как своих учителей, даже с ними мы находим постоянно полемику. Маркса для него, повторяю, связано это было и с диалектическим методом, конечно, который ему был близок. Даже в этом случае мы находим постоянно полемику Маркса. И в случае с Гегером, и с Фейербахом, и со многими другими. Ну и в Энгельце тоже самое. Там не случайно мы находим антидюринг или там... Постоянно вот это анти, оно присутствует в качестве постоянного или нет. Да-да, пожалуйста. Я, кстати, хочу еще раз обратить ваше внимание, что вопросы можно задавать по ходу дела, поскольку у нас мало. Не то, что по понедельникам 170 человек там сложнее. Пожалуйста. Вот почему мы тогда Канта приписываем к одному из источников марксизма, если Гегер Маркс прошел мимо Канта? Так вот я и говорю, что не надо этого делать. Вы говорите, мы приписываем. Вот я призываю, нас не приписываем. А, то есть как бы вот немецкая философия с исключением Канта. Именно это я и хотел сказать. Но тоже не вся немецкая, немецкий классический идеализм. Вот в случае с Гегелем это верно, а в случае с Кантом нет. Понятно. Я, может, недостаточно ясно выразился. Именно это я и хотел сказать, что влияние Канта у Маркса не наблюдается. А Гегеля наблюдается. В отличие от того, что считал Булгаков и что считали Энгельс с Лениным. Они и те и другие правы лишь частично в разных отношениях. Нужно также указать и на некоторых мыслителей в связи с тем, что я сказал. Нужно указать и на влияние некоторых современников мыслителей на Маркса, которые сами Маркс и Энгельс не признавали. И в связи с этим я хочу обратить ваше внимание прежде всего на идеи Моисея Гесса. Известного немецкого философа, которого называли отцом немецкого социализма. Это был первый человек в Германии, который соединил идеи социализма с идеями Гегеля до Маркса. И Гесс был знаком хорошо с Марксом. Они оба входили в тот самый докторский клуб, о котором я говорил в прошлый раз. Сам Гесс очень высоко оценивал Маркса. Считал его гениальным мыслителем, философом. Но, несомненно, как и многие другие, он довольно скоро стал объектом ожесточенной критики со стороны Маркса и Энгельса. Но, тем не менее, нужно отметить, что Гесс оказал очень значительное влияние на Маркса в разных отношениях и на его концепцию отчуждения, о чем я еще скажу, и на его многие другие идеи. Как вы знаете, Маркс и Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии в 1948 году. Так вот, за несколько месяцев до появления этого знаменитого манифеста, который, кстати, насчитывает не три страницы, как думает Юрий Михайлович Лужков. Он, видно, давно не держал его в руках. Он сказал как-то тут, несколько месяцев назад, что вот нам нужно, когда еще Отечество, вся Россия, значит, имела большие эти упования на победу на выборах, он говорил, что нам нужен документ такой, такой же четкий и ясный, как манифест коммунистической партии на трех страницах. Но проблема в том, что там страниц гораздо больше. И если такой большой манифест был бы, Отечество, вся Россия опубликовала, то шансов на победу на выборах было бы еще меньше в итоге. Так вот, за несколько месяцев до появления манифеста коммунистической партии Моисей Гесс опубликовал статью под названием «Последствия революции пролетариата». И в этой статье он развивал ряд идей, которые вошли затем в манифест Маркса Энгельса. А именно, здесь была сформулирована была теория концентрации и централизации капитала, идея роста нищеты пролетариата, идея перепроизводства и периодических кризисов. И, наконец, идея неизбежной гибели капитализма и его замены социализма. Гесс доказывал, что над людьми в современном обществе господствуют созданные ими же самими силы. В экономике деньги, в политике государственная власть, в религии, сверхъестественные сущности тоже созданные самими людьми. И вот в будущем социалистическом обществе все эти формы отчуждения будут преодолены, и социализм вернет человека к его изначальной социальной сущности. Идеи, которые Марксу были чрезвычайно близки. Ну и нужно указать еще одну работу одного автора, которая тоже явно оказала серьезное влияние на работы Маркса. Это работа известного довольно немецкого юриста и историка Лоренца фон Штейна. Фон Штейн в 1742 году опубликовал книжку небольшую под названием «Социализм и коммунизм современной Франции». И в этой работе Лоренц фон Штейн обратил внимание на ряд моментов, которые, в общем, впоследствии опять-таки стали характерны для Маркса и воспринимались как сугубо марксистские. Собственно, это был человек, который первым объявил, что призрак бродит по Европе, этот самый призрак коммунизма. Штейн был противником коммунизма. Но он обратил внимание на то, что именно во Франции, прежде всего, он на примере Франции проанализировал то, что социализм сливается, во-первых, с рабочим движением и становится его идейным оружием. Во-вторых, что он апеллирует к социальной науке. Он предсказал, что идеи социализма и коммунизма будут вот в качестве такого оружия распространяться по всему земному шару, будут чрезвычайно популярны и потом потерпят поражение. И хотя Энгельс в одном из писем назвал книжку фон Штейна жалкой и худосочной, это, тем не менее, несколько не отменяет того факта, что эта книжка, безусловно, повлияла на идеи Маркса и Энгельса. Если говорить о тех влияниях идейных, которые испытал Маркс в процессе формирования своего социологического мировоззрения, то здесь нужно указать на тогдашнее представление в естественных науках. Это, прежде всего, биология, конечно. В частности, такой раздел биологии, как морфология и клеточная теория была очень популярна в это время. Была открыта клетка и клеточная теория строения организма была популярна. И Маркс, само то, что он рассматривает товар в качестве клетки капиталистической экономики, он сам использует этот термин, это не случайно. И такой элементаристский подход, взятый с диалоги, у Маркса встречается в ряде его методологических работ, не оконченных, впрочем, тоже часто. Ну и, кроме того, это представление существовавшее в тогдашней эмбриологии, такой отрасли биологии, которая тоже довольно получила широкое развитие и повлияла на многих, кстати, социальных ученых в 19 веке. В частности, представление о том, что для того, чтобы понять более древние формы, нужно обратиться к более развитым формам, эта идея пришла как раз из этой отрасли. У Маркса мы встречаем выражение, что анатомия человека – это ключ к анатомии обезьяны. И если мы поэтому хотим понять античную экономику, то для этого нам нужно сначала обратиться к развитой капиталистической форме, а потом ретроспективно, глядя на более древние экономические формы, можно лучше их понять. Это тоже очень важный момент. Ну и, наконец, безусловно, дарвиновские идеи, которые оказали колоссальное влияние на современников и на Маркса, произвели большое впечатление. И когда вышло происхождение видов Дарвина в конце 50-х годов, Маркс увидел в работе Дарвина своего рода подтверждение своей идеи о том, что классовая борьба – это движущий источник всего исторического развития. Ну и, кроме того, у Маркса мы находим и организмические представления тоже. Иногда у него встречается сравнение общества с организмом, хотя и не так часто, как у Конта и особенно у Спенсера. Представления из… тогдашние геологические представления тоже оказали влияние на Маркса, так же, впрочем, как и на, допустим, Спенсера, о котором мы еще будем говорить. В частности, понятие формации, о чем мы еще будем говорить, взятое из геологии через Гегеля и Фейербаха. Надо отметить и то, что Маркс в конце жизни познакомился с идеями этнографов тогдашних популярных, таких, прежде всего, с работой Льюиса Моргана «Древнее общество». И Маркс эту работу знал. И, в общем, тоже она для него была… служила, своего рода, подтверждением правоты его идей, потому что у Моргана, помимо идеи эволюции, прогресса… Впрочем, он воспроизводил идущую от Фергюсона идею о том, что общество делится на дикость… В развитии общества проходит три фазы – дикость, варварство, цивилизация. Но у Моргана он нашел симпатичную идею технологического детерминизма. И, кроме того, Маркс в конце, повторяю, уже жизни с этими работами познакомился, и это пришлось в связи с этим корректировать некоторые идеи манифеста. Впоследствии Энгельсу давать сноски, поскольку манифест начинается с таких очень решительных и заявлений безоговорочных вроде как «История всех существовавших до сих пор в обществе была историей классовой борьбы». И тут вдруг обнаружилось, что есть всякие индейцы, у которых вроде как классов нет даже по критериям самого Маркса, а этот период в истории занимает сотни тысяч лет даже по тогдашней хронологии, потому что часто история человечества отодвинулась еще на пару тысячелетий. Но все равно даже в Марксовой концепции оказалось, что такое заявлять, учитывая существование этих архаических обществ, где не то что классовой борьбы, а вообще и классов-то никаких не было, и что этот период, повторяю, занимает гораздо больший отрезок мировой истории, чем, собственно, классовая, чем история классовых обществ. Поэтому Энгельсу пришлось делать в последующих изданиях манифест сноску о том, что речь идет только об обществах, дошедших до нас, сведения о которых дошли до нас в письменных источниках. Оговорка весьма существенная. Маркс, если говорить о влиянии естественных, точных наук, то Маркс и математику очень высоко ценил, и на досуге он иногда баловался, так сказать, решением математических задач и утверждал в беседах, это все дошло тоже до нас в такой, так сказать, псевдобиблейской что ли форме, что он в беседах говорил о том, что наука достигает зрелости только тогда, когда ей удается пользоваться математикой. И некоторые идеи, поэтому мы находим у него о том, что со временем наука о человеке будет сольется с естественной наукой, и естественно наука станет наукой о человеке, так что все это будет одна наука. Это, конечно, очень бы понравилось Агюсту Конту, но это характерно для такого, ну что ли, начала позитивистско-натуралистического Маркса. Но у Конта, нужно сказать, что сам, кстати, к Конту Маркс относился в целом отрицательно, и говорил, писал в одном из писем, что как человек партийный я отношусь к антизму резко отрицательно, а как обученном я весьма невысокого мнения о нем. А Венгельс говорил, что все свои гениальные идеи Конт позаимствовал у Сен-Симона. Хотя гениальные без ковытик использовал. Что, в общем, говорит о том, что ему все-таки они были симпатичны. Ну, естественно, Маркс вообще считал, что теория развития Конта, теория эволюции Конта, значительно уступает Гегелевской, что она очень плоская, ему не импонировала идея преемственности, значение преемственности в социальном развитии у Конта, ну и множество других идей. Но, прежде всего, конечно, ему не нравилось то, что он в области идеалов с ним расходился, и, как я говорил уже в прошлый раз, в первый интернационал эта секция пролетариев-позитивистов была принята, можно сказать, вовлеки мнению Маркса и его желаниям. Теперь вот какой момент я хочу отметить, говоря о влияниях, которые Маркс испытал в процессе создания своих социологических концепций. Вот что в связи с этим я хочу подчеркнуть, что у Маркса идеалы, в общем-то, сформировались до того, как он приступил к научным, собственно, исследованиям. Идеи социализма в Германии были чрезвычайно популярны довольно рано, и это влияние, прежде всего, речь идет, конечно, о Сен-Симонии и Сен-Симонизме. Оно пришло в Германию еще в конце 30-х, в начале 40-х годов, и в том числе даже в родной для Маркса город Трир, где прошли его детство и юность. И поэтому, судя по ряду источников, знакомство Маркса с идеями социализма было более ранним, чем даже с идеями Гегеля. Манифест, как вы знаете, написан в 48-м году, а к своим, собственно, экономическим исследованиям, которые, вроде бы, должны были служить обоснованием социалистического и коммунистического идеала, Маркс приступил только в 50-е годы, самое раннее, в начале 50-х годов. И вот этот момент очень важен. Не наука привела Маркса к идеалу коммунизма, а, наоборот, к уже сформировавшемуся идеалу он подыскивал научное обоснование. И не случайно вот этот манифест, опять-таки, а я замечу в скобках, что жанр манифеста в 19-м веке был чрезвычайно популярен, опять-таки, я здесь вспоминаю Юрия Михайловича Лужкова. Он, опять-таки, вспомнил про манифест коммунистической партии, якобы на трех страницах. Но, на самом деле, таких манифестов в 19-м веке было очень много, и каждый более-менее уважающий себя мыслитель считал своим долгом сочинить какой-нибудь манифест. Поэтому мы находим и у Консидерана манифест демократии, и у Конта, и у Сен-Симона мы находим такие манифесты. И аналогом, конечно, эти манифесты служили аналогом катехизисов. Они, эти мыслители, хотели катехизировать свои глобальные доктрины так, чтобы легче было их пропагандировать, чтобы они могли служить маяком, так сказать, для социальных движений, для пропаганды, служить средством, эффективным средством пропаганды и так далее. Так вот, у Сен-Симона, например, такого рода манифесты, а у него их можно два, во всяком случае, по крайней мере, обнаружить. Это катехизис индустриалов и новое христианство. Так вот, эти два манифеста появились, соответственно, в 1824 и 1825 годах, то есть за год и в год смерти Сен-Симона, то есть в конце жизни. У Конта аналогичный документ, а именно позитивистский катехизис, появился в 1852 году, опять-таки, незадолго до смерти. То есть после того, как уже были написаны его основные все труды и все его теоретические доктрины были сформулированы. И это контрастирует с тем, что я сейчас сказал, а именно с тем, что у Маркса мы находим такой документ в самом начале карьеры. До, собственно, того, как Маркс приступил к исследованию того общества, которому он в манифесте уже пророчил гибель, обосновывал абсолютное наступление, неизбежное наступление абсолютной относительной нищеты пролетариата. Провозглашал, что пролетариат – это тот класс, который освободит себя, освободит и все человечество и так далее. Это важный момент, мне кажется, для понимания Марксовой доктрины и его социологии в частности. Еще одна важная сфера, которая позволяет лучше понять социологию Маркса – это его философская антропология. Я перехожу к следующему вопросу сейчас, а именно философская антропология Маркса и его понимание соотношения человека и общества. Маркс, хотя он и не создавал особой такой дисциплины под названием философская антропология, тем не менее у него, безусловно, была определенная концепция человека. Вообще, я хочу это подчеркнуть, у любого социолога-теоретика, который создает более или менее масштабную социологическую теорию, у него всегда есть некая антропология философская. То есть, иначе говоря, теория общества и теория человека явно или не явно идут рука об руку. И хотя эта антропология может быть не сформулирована в более или менее явном виде, она так или иначе присутствует. Ее можно всегда разглядеть, так сказать, в глобальной социологической теории классика. У Конта была, безусловно, философская антропология, и у него было некое видение человека, как прежде всего существа такого думающего, чувствующего и верующего, так сказать, если можно так выразиться. У Маркса тоже была концепция человека, и вот сейчас я несколько слов о ней скажу. Прежде всего, для Маркса человек – это существо трудящееся, так сказать, или, как говорили древние римляне, гомофабер, человек производящий. И Маркс не случайно цитирует сочувственно слова Бенджамина Франклина о том, что человек – это животное, делающее орудие. Труд. Вот что по Марксу составляет основу человека, как рода. Труд выступает для Маркса не только как экономическая, не только как социальная, но как антропологическая категория. Труд, с одной стороны, связывает человека с природой, потому что только из природы он может находить и предмет труда, и средства труда. Только в природе он может осуществлять процесс труда. А с другой стороны, труд противопоставляет человека природе. Потому что, в отличие от животного, человек предметы своего потребления не берет в готовом виде из природы, а преобразует природные объекты, так сказать, для своих нужд, как раз с помощью труда. И вот труд противопоставляет в каком-то смысле человека природе и выделяет его из природы. Это, я думаю, что это оригинальная концепция была. И здесь нужно отдать должное Марксу в философско-антропологическом смысле. Она позволяла такая точка зрения осмыслить очень многое. И она была более глубокой, как мне кажется, чем, например, взгляды натуралистические вроде того же конта, где человек просто рассматривался иногда как часть природы, иногда как противостоящей природе только мыслью, так сказать, интеллектом. Маркс, я уже говорил, что он был русоистом, и это проявилось прежде всего в его понимании человеческой природы. По Марксу человек до определенного времени, или изначально человек по своей природе, существо, как и русо считал, очень-очень такое симпатичное. Но в отличие от христианской, допустим, точки зрения, которая исходит из того, что человек, если и не зверь, то и далеко не ангел. И его еще нужно воспитывать и воспитывать, чтобы божественное начало в него внести, так сказать. А вот по Марксу, так же, как и по Руссо, человек изначально, в общем, существо разумное, хорошее, доброе, и только плохие, нехорошие социальные отношения его портят. Задача состоит в том, чтобы вернуть его к этой изначальной его замечательной сущности. Опять же, вслед за Руссо Маркс постулирует, что человек, в общем, изначально существо сугубо рационалистическое. Человек для Маркса это homo sapiens в самом таком буквальном смысле слова. Опять же, согласно его природе. И если Конт, тоже, в общем, отдавший дань рационализму в понимании человеческой природы, признает все же, отводит какое-то место и чувству, и вере в понимание человеческой природы, то Маркс исходит из того, что человек это существо исключительно разумное. И только, повторяю, плохие социальные отношения делают этого исконного рационалиста, так сказать, верующим существом, заблуждающимся. Делают из него идеолога, который готов верить во всякие мифы и фабриковать эти мифы. Маркс внес, если говорить о подходе Маркса к обществу с такой вот антропологической точки зрения, то нужно отметить, что Маркс, как и Конт, внес важный вклад в открытие, так сказать, социальной реальности. Причем, нужно сказать, что хотя Маркс подчеркивает специфику социальной реальности по отношению к индивидуальной, он, в отличие от Конта, не является социальным реалистом. По Марксу, как он пишет в одном месте, общество не сводится к индивидам, но оно представляет собой сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу. Маркс не социальный реалист, но он и не социальный номиналист. Хотя сегодня есть среди марксологов тенденция интерпретировать даже Маркса, как социального или социологического номиналиста и методологического индивидуалиста. Например, есть такой модный марксолог, социолог Джон Эльстер, живущий сейчас во Франции, который это доказывает. Я думаю, что здесь он немножко мутрирует тоже некоторые моменты. Хотя, с другой стороны, та критика, которую Волгаков адресует Марксу, опять же, в уже упоминавшейся мной статье, где он упрекает Маркса за то, что он недооценивает личность, недооценивает индивидов и так далее, мне кажется, что эти упреки не обоснованы, потому что, либо если обоснованы, то эти упреки можно адресовать всей социологии. Собственно, социология, потому и социология, что она не занимается отдельными личностями. Для того, чтобы исследовать личности, есть другие науки, есть другие средства познания и так далее. А если говорить о философском взгляде Маркса на соотношение общества и личности, то его в этом упрекнуть нельзя, потому что он везде подчеркивал, что развитие личности – это высшая цель социального развития. И с чисто оценочной такой точки зрения для него личность всегда была, в общем, высшей ценностью. И не случайно, я повторяю, сегодня его даже интерпретируют как методологического индивидуалиста. И этот упрек, что он недооценивал личность, можно с таким же успехом адресовать всей социологии 19-го и 20-го веков, за исключением тех социологий, которые перестают быть социологиями и превращаются в психологические какие-то концепции. Маркс исходит из того, что личность – это не исходный пункт, а это результат социально-исторического развития, и она появляется относительно поздно, на относительно позднем этапе этого развития. И это тоже очень важная и плодотворная идея, потому что последующие исследования показали, что действительно представления личности о «я» – они сравнительно позднего происхождения. Собственно, Маркс, его концепция состоит в том, что личность вначале человек выделяется из природы, а затем личность выделяется из рода, а до поры до времени она в этом роде растворена. Маркс исходит из того, что в первобытном состоянии люди живут в условиях полной такой общинности, в условиях первобытного коммунизма так называемого. Этот коммунизм, частной собственности здесь нет, и эта общественная собственность базируется на неразвитости отношений людей между собой и их отношения к природе. По мере роста производительных сил и появления частной собственности возникает и вследствие разделения труда, что тоже очень важно, возникают антагонистические классы, и общество вступает в фазу, когда человек отчуждается от своей вот этой исконно коллективной родовой сущности, и вслед за Русолом он в качестве фактора этого отчуждения рассматривает частную собственность. частная собственность и разделение труда порождают существование классов и классовые антагонизмы. Ну а возникает отчуждение человека от своей родовой сущности, и это отчуждение выступает в нескольких формах. Прежде всего, оно связано с тем, что человек отчуждается от продуктов своего труда. Он сам производит, казалось бы, благо, которые должны ему служить, а они ему противостоят в качестве внешних враждебных сил. И то, что создано его руками, результаты труда ему противостоят. Вторая форма отчуждения состоит в том, что человек отчуждается от процесса труда. Труд, который делает из человека человека, воспринимается им как нечто ненавистное, то, что ему глубоко неприятно. И для Маркса здесь очень характерно было движение лудитов, разрушителей машин и так далее. Человек рассматривает труд как тяжелую такую повинность, абузу и так далее. Опять же, то, что должно было бы выступать для него как высшее благо. Третья форма отчуждения состоит в том, что человек отчужден от общества. Опять же, созданные им самим общественные отношения, самими людьми общественные отношения, которые, казалось бы, опять-таки должны были бы служить им самим, на самом деле тоже выступают в виде, в качестве внешних враждебных и противостоящих ему сил. Ну и, наконец, еще одна форма отчуждения – это самоотчуждение, потому что человек оказывается отчужденным от самого себя, от своей подлинной сущности. От своей подлинной родовой сущности. И вот все эти формы отчуждения имеют место в антагонистических обществах, где имеется разделение труда, где существуют классы, где существует вместе с ними классовая борьба. И вот только в будущем обществе, когда этот антагонизм и это отчуждение будет преодолено, но человек вернется как бы к самому себе, к своей родовой сущности, все эти формы отчуждения будут преодолены, и исчезнет уродующее человека разделение труда, которое его специализирует, расщепляет его целостную сущность, превращает его в предаток машины, в сугубо такое существо изуродованное и однонаправленное. И в этом обществе не будет тех кричащих антагонизмов, которые характерны для вот этой фазы, так называемой предыстории человечества. Кстати, это очень характерно тоже для антропологического и философско-исторического взгляда Марса. Это деление на предысторию и на подлинную историю. И вот в этой подлинной истории будут преодолены все эти формы отчуждения, исчезнет, как я уже сказал, разделение труда уродующего человека, исчезнут другие антагонизмы, прежде всего классовые, исчезнут различия между городом и деревней, которые тоже жутко нехороши. И наступит невиданное изобилие и неслыханный рост производительных сил. Исчезнет вместе с ликвидацией вот этого уродливого разделения труда, исчезнет и разделение физического и уместного труда. И все будет замечательно. Все это воспроизводит в значительной мере идеи сенсимонистов. И знаменитый лозунг «Каждый по способностям, каждый по потребностям» лозунг, провозглашенный до Марса, я подчеркиваю, Этеном Кабе, известным французским коммунистом. Наши советские люди везде писали это на всех лозунгах, думая, что это опять-таки придумали то ли Ленин, то ли Марс. Но на самом деле это, повторяю, лозунг Кабе, так же как у Ленина нельзя найти еще опять-таки знаменитые слова «учиться, учиться и учиться». И я в аспирантские годы, уже будучи аспирантом, проиграл своему другу бутылку вина, когда он, я был абсолютно уверен, что я видел это в сочинениях Ленина, но мне пришлось долг отдать, потому что этих слов у Ленина обнаружить так и не удалось, и никому не удастся, потому что таких слов у Ленина нет. Опять-таки это некий такой, такая социальная операция массовая, когда я столько раз, видно, видел это на лозунгах, что я, видно, уверовал то, что я видел это и в самом собрании сочинений, которое я, поскольку я Ленина читал довольно много, я был уверен, что я это видел, именно эти слова. Учиться, учиться и учиться. Но, судя по всему, это был какой-то советский мудрец, но совсем не Ленин. Ну, короче говоря, вот как мы видим, вот эта философско-антропологическая теория Маркса плавно перерастает в социальную утопию. И поэтому все социологические конструкции Маркса, они имеют своим фоном, так сказать, вот эту антропологию и эту утопию. Ну, да. Покажите еще раз, КВ, он кем был? Он был коммунистом. Коммунистом? Да, известным довольно. Этьен КВ. Ну, как бы самостоятельно, да, тоже свою теорию какую-то развивал? Конечно. Таких было довольно много. В 19 веке, я повторяю, социалистическое и коммунистическое движение, но в 19 веке много было пророков всяких. Есть исследования на эту тему, особенно так называемые парижские пророки, Сан-Симонистская школа и так далее, и Маркс, он в этом русле и находился. Я хочу отметить, что я не собираюсь опровергать оригинальный вклад Маркса, но здесь для того, чтобы его понять, нужно отделить это от того, что ему не принадлежит, и понять место его в общем этом потоке, в общем потоке пророчеств, утопий и концепции социальной науки, поскольку все это было в 19 веке слито воедино. Все эти постулаты, конечно, носили очень общий характер, и поэтому Маркс должен был, учитывая то, что он все-таки, как и многие другие социалисты, апеллировал к науке, такого рода общих представлений было недостаточно, и поэтому он сформулирует постулат о социальной сущности человека. Как я уже сказал, Маркс не был социальным реалистом и номиналистом, а его позиция была диалектической и достаточно тонкой. Как я уже сказал, по Марксу общество не состоит из индивидов, а представляет собой ту сумму связей и отношений, в которых они находятся друг к другу. По выражению Марца, люди это и актеры, и авторы исторической граммы, и Марц часто представлял себе исторический процесс на манер некой пьесы такой, поскольку он вообще часто апеллировал к Шекспиру, к Эсхилу и другим грамматуржу. Маркс формулирует тезис о социальной сущности человека, и в своих вот знаменитых тезисах о Фейербахе, опять-таки обратите внимание, тезисы о Фейербахе это не статья, не книга, это некие тезисы, он утверждает, сущность человека не есть абстрактное начало, или как в переводах наших продолжают писать абстракт, хотя такого слова, по-моему, в русском языке нет, но пора бы в переводе это все изменить, сущность человека не есть абстрактное начало, присущее отдельному индивиду, в своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Вот этот постулат, я подчеркиваю, он носит не психологический характер, а именно философско-антропологический. Маркс имеет в виду в данном случае не личность, а человека как род, потому что он говорит в этом тезисе, если его интерпретировать, то состоит он в том, что если взять все человечество, то мы получим представление о нем тогда, когда возьмем все те общественные отношения, из которых состоит нынешнее человечество, или вообще человечество. И совокупность всех этих общественных отношений даст нам то, что называется человек как род. Ну, теперь давайте сделаем 10-минутный период. молодец. для чего,